Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Они покинут Instagram в ближайшие недели. Майк и я благодарны за последние 8 лет в Instagram и 6 лет, проведенных с командой Facebook. Сейчас мы готовы к новой части нашей жизни, говорится в заявлении Систрома. Напомню, приложение Instagram было разработано в США в 2010-2012 году. Этот сервис за миллиард долларов купила социальная сеть Facebook, а создатели Instagram заняли там место топ-менеджеров. Как теперь будет развиваться будущий Instagram неизвестно, официальных комментариев на этот счет пока не было. Но что можно сказать точно, Instagram одна из самых популярных социальных сетей на 2018-й. То есть нынешний год число зарегистрированных пользователей составляет больше миллиарда человек. Многие занимаются Instagram почти профессионально, на них подписываются миллионы людей. От глобальной рекламы в прошлом году Instagram получил около 3 миллиардов долларов. Один из популярных пользователей Instagram, Instagram-блогер Давид Манукьянов в нашей студии. Сейчас, Давид, приветствую. Привет. У тебя миллион подписчиков, да? Полтора. Полтора миллиона подписчиков. Ну, то есть можно к аккаунту в Instagram относиться не как к личной какой-то маленькому незаметному фотоальбому, а к чему-то чуть ли не профессиональному. Для меня это уже как работа. Как работа. А ты давно этим занимаешься в таком виде? Лично я нет. Буквально пять месяцев. И за пять месяцев ты собрал полтора миллиона подписчиков? Да, пять месяцев назад у меня было пять тысяч подписчиков. Как это возможно? Ну, Instagram это, в первую очередь, это очень крутая платформа, на которой любой человек может раскрутиться, показывая свое творчество, то, чем он занимается и от чего он кайфует. А миллион? Миллион семьсот. Миллион семьсот тысяч просмотров. Удивительно. Как я при всем уважении? Ролик, в котором молодой человек натягивает черный мусорный пакет на случайных прохожих, набирает полтора больше, полутора миллионов просмотров. Как это возможно? Ну, сейчас мы увидели именно провокационный ролик. Я люблю снимать такие ролики и провокационные, и кроме таких пранков, есть еще и вайны. Там это видео, которое несет в себе смысл. То есть мы берем какую-то проблему в обществе, ее высмеиваем, и тем самым пытаемся донести суть. Ну да, но ты говоришь, что пять месяцев назад у тебя было пять тысяч, сейчас у тебя полтора миллиона. Есть какие-то секреты, я не знаю, покупать подписчиков, потом, увидев, сколько у тебя подписчиков, на тебя начинают подписываться уже не из-за деньги, а потому что начинают интересоваться. В чем заключается путь человека от пяти тысяч, вот сколько, я сейчас ради интереса посмотрю, сколько у меня подписчиков, и, может быть, попрошу, семь тысяч пятьсот. Вот семь тысяч пятьсот, как мне семь тысяч пятьсот превратить в полтора миллиона? Ну, смотри, в первую очередь это контент, это самое главное. Ты должен систематически, для меня это как работа, то есть я знаю, что в определенные дни я выкладываю ролики, должен их снимать, в какое-то определенное время выкладывать, есть определенные алгоритмы Инстаграма, нужно их понимать и подстраиваться под них. Обязательно самое первое это контент. Делать видео, во-первых, чтобы и ты получал удовольствие, и то, что исходит от тебя, и то, что нравится публике. Так. Вот, второе, это уже, конечно, реклама. А как ты, сейчас мы пойдем к рекламе, а как ты понял, какую нишу тебе нужно занять? Ну, потому что есть там те, есть те, кто просто смотрит, значит, на фронтальную камеру и несут бред. Есть кто-то, кто снимает что-то, вот ты снимаешь то, что снимаешь ты. Я очень долго снимал сначала на Ютубе, вот на другой площадке, потом перешел в Инстаграм, я просто делал. Долгое время у меня не получалось, просто пробовал, никогда не останавливался. Ну, буквально полгода я просто снимал, у меня ничего не получалось. Вот, на других площадках потом перешел в Инстаграм, начал делать и почувствовал, что тут мне нравится, и оно получается. И вот так пошел процесс. Что касается второй составляющей, о которой ты начал говорить, рекламы. Да, в Инстаграме человек может покупать рекламу, там, у таких же блогеров раскрученных, где его рекламируют, выставляют к себе на страницу, и тем самым тебе узнают много других людей. Ну, если ты нравишься, если у тебя хороший контент, то тогда к тебе подпишутся. То есть это по-настоящему работает, когда тебя рекламируют, к тебе приходят подписчики, и потом... Да, да, и у меня один вайн на одно видео мы можем потратить полдня. А сколько, насколько велика вся эта индустрия в плане экономики? Иначе говоря, дорого ли прорекламировать себя у популярного пользователя? По-разному. Я думаю, по меркам... Какие масштабы? Ну, может быть, пять тысяч рублей, там, десять тысяч рублей. Но я говорю, в первую очередь, это контент. Контент решает. Ты говоришь, что для тебя твой Инстаграм-аккаунт – это уже практически работа. Работа, уж прошу прощения, это что-то, за что ты получаешь не только удовлетворение, но и получаешь деньги. Огромное количество людей, мы знаем, за счет рекламы в Инстаграме, не то что существует, но отлично зарабатывают. Насколько это прибыльно? Ну, скажу так, к сожалению, в других странах блогер зарабатывает реально хорошие деньги. К нам же это только пока еще приходит и набирает обороты. Пока что блогер не зарабатывает больших денег. Все зависит, конечно, от его аудитории и от того, какую рекламу он может показать в своих видео. Но вот лично у меня просто так сложилось, что я на самом деле предприниматель. У меня есть свой бизнес, и просто я занимаюсь и бизнесом, и параллельно веду еще свой блог. Блог не приносит мне столько денег, как работа, но это удовольствие в первую очередь. Я от этого просто кайфую. А как эта реклама в Инстаграме работает на пальцах, что называется? Вот я, например, представитель, не знаю, Coca-Cola. Я хочу, чтобы мой никому неизвестный напиток Coca-Cola был прорекламирован в Инстаграме у Давида Манукяна. Ты говоришь, да, конечно, распишитесь на контракте. Дальше как это будет осуществлено? Есть какие-то... Вы обращаетесь к... Ну, как правило, такие большие рекламодатели, они обращаются к пиар-агентству. Агентство уже на основе договора, заключенного с блогером, договаривается и обговаривает рекламу. И просто... Не, ну просто обычно. Вот сейчас мы видели твой ролик, где ты ходишь и надеваешь черный мешок, черный пакет на голову людям. Это значит, что у тебя, условно говоря, на майке будет написано большими буквами название этой компании, которая вплоть до этого, то есть какие-то большие бренды, как Nike, Adidas, вот у меня там... Видите, я, правда, бесплатно рекламировал Adidas. Надо позвонить, сказать, чтобы заплатили. Так же, как и я, Coca-Cola упомянул абсолютно вообще случайно. Просто то, что было. На самом деле, после таких видео очень много людей начинают писать в Директ, где купить такие кроссовки, где купить такую одежду. Ну, и это реально, то есть... То есть это такой продакт-плейсмент, что называется? Да. Большой охват людей видит, то есть мои видео может увидеть 2-3 миллиона человек. И, естественно, все смотрят и повторяют, хотят выглядеть так же. Я надеюсь, что они, когда смотрят, они хотят выглядеть так же. А они с черным мешком ходить. Это же старый Арбат, да, если... Да, это на Арбате как раз. Но на самом деле есть много других. Это мы показали просто провокационное видео. А есть мы делаем, я лично делаю, и очень много социальных видео, где нет такого... А если... Еще один вопрос про провокационное видео. Вот здесь, значит, черные мешки. Здесь начинается следующее, где, я так понимаю, что это... Я подсовываю. Да, подсовывать изменили. Никто не давал по роже, уж прошу прощения. За то время, что ты снимаешь такие. Бывают на самом деле конфликтные ситуации, но лично я всегда их стараюсь избегать. И потому что это пранк, это в первую очередь как бы должно быть весело. И я никогда не... Ну, стараюсь не навредить другому человеку. Ну, то есть ты хорошо бегаешь. Я хорошо бегаю. Да. Интересно. А существует ли это сплоченное какое-то сообщество Инстаграма, Инстаграм-блогеров в России? Да. Есть блогеры, которые работают только одни, но, как правило, такие блогеры, они не растут. Потому что людям нравится, когда есть какая-то компания, банда, мы так называем, там, постоянно вместе, нас видит народ. И им интересно наблюдать за тем, что мы делаем вместе. Мы можем там разыгрывать друг друга, как-то подкалывать друг друга. Им это очень нравится. То есть, иначе говоря, Инстаграм-блогеры выходят из онлайна в оффлайн? Или ты имеешь в виду, что разные блогеры записывают какие-то видео вместе? Мы делаем коллаборации, мы делаем совместные видео, и это очень нравится зрителям. Но при этом, например, я не знаю, встреча с подписчиками, таких форматов не существует. Есть, вот буквально, буквально, да, буквально вот недели, наверное, три назад я был в городе, в Новосибирске, в другом городе. За один день перед отлетом я решил сделать фан-встречу. И, ну, то есть, сделал историю, сказал, что, ребят, у меня будет фан-встреча. Я ожидал, что придет человек 20. У меня есть видео на своей лайв-странице, где я вы... Ну, то есть, пришло 200-300 человек в заведение. Я прыгнул на эту толпу, я забрался на, получается, на пианино. Из пианино он прыгнул в толпу, и они меня начали качать. Теперь инстаграм-блогеры, теперь рок-звезды практически. Да, это реально так. Человек может раскрутиться через инстаграм, если его творчество понравится людям. И он завоюет в первую очередь их сердца. И самое главное – быть искренним. Не делать ничего, не повторять ни за кем, быть самим собой и быть искренним. Это главный твой совет тем из наших зрителей, кто хотел бы стать успешным инстаграм-блогером? Самый такой главный совет, главное – быть всегда самим собой, ни за кем не повторять. Ну вот, мы два дня назад делали сходку в парке Горького. Это не реклама. И есть видео, которое у меня есть как раз на странице, пришло полторы тысячи человек. Полторы тысячи человек на сходку инстаграм-блогера? Да. У нас было три блогера, и пришло полторы тысячи человек. И что вы делали? Мы общались с ними, фотографировались. Народ реально обалдеет от этого. Интересно. Для меня, просто признаюсь честно, это абсолютно какой-то мир малопонятный. И вообще, мне всегда казалось, что инстаграм, при том, что я очень люблю фотографировать детей, отпуск, вот я пью вино, вот и все. Но в этом есть какое-то бесконечное самолюбование. Это тщеславие. Я думаю, да. Спасибо большое, Давид Манукьян. Успеха с еще тысячами, сотнями и миллионами, сотнями и тысячами миллионами подписчиков. Спасибо большое. Давид Манукьян. Инстаграм-блогер в студии телеканала RTVI в сквозном эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...